В Музее обороны Брестской крепости развернулся интересный и в то же время информативный историко-культурный филателлистический проект Брестская крепость от героической обороны до мемориала памяти, посвященный 80-летию героической обороны Брестской крепости и 50-летию мемориального комплекса Брестская крепость-герой. Ну а люди, подготовившие его, это пять брестских филателлистов, собиравших свои коллекции ни один, ни два и даже не пять лет. Ведь филателлия – это увлечение длиною в жизнь. Пять коллекций посвящены истории нашего города, строительству и обороне Брестской крепости. Экспозиция, представленная широкому зрителю, выполнена в формате нового класса. Филателлия включает в себя новые классы, не только тематический класс или история Путина, но новый класс появился, свободный класс. Там можно и фотографии размещать, и нашивки, и шевроны, и медали. Это новый класс, он во всемирной филателлии существует, поэтому все согласно ФИПам, ФЕПам, нормативам и так далее. Именно в таком формате, формате нового открытого класса, представил зрителю свою коллекцию, листая славные страницы истории Бреста филателлист с огромным стажем Александр Николаев. И удивительно, но такой симбиоз марки с дополнительными элементами того или иного времени и эпохи позволяет в полной мере раскрыть данную тему и наполнить ее. Уместить историю десяти веков в пять стендов непросто. Каждый элемент экспоната, конечно, достоин особого внимания. Каждый хранит в себе историческую память того или иного момента. О возникновении нашего Берестия, Бреста, одни склоняются к мысли, что это одно слово «береста», другие – от «берест». Но этот момент я показал таким образом. Поставил марку с изображением растения дерева «берест», а второе – «береста». Вот это темненький кусочек, это березовая кора, береста, на которой за неимением бумаги солдат во время Первой мировой войны написал письмо. Почта принялась, здесь все отметки почтовые и таким образом вот дошел. На филателлистическом вернисаже были представлены также экспонаты из коллекции Анны Баюры и фотографии почтовой карточки Бреста 120-летней давности от компании «Брест Кадр Проект». Весьма интересная экспозиция председателя Брестского отделения «Белорусский союз филателлистов». Его работа, их именами названы улицы Брещены, посвящена генералам, маршалам, летчикам, защитникам Брестской крепости и другим именитым людям нашей земли. Его коллекция дополнена уникальным стендом из нескольких десятков телеграмм, датированных 1941-1945 годами. Очень интересные есть телеграммы и пришлось поработать, чтобы их найти, поискать. Муфтани в свободной продаже нигде нету. Есть интересные телеграммы. Муфтаих не хватало бумаги, печатали на учебниках, печатали даже на немецких телеграммах обратных. Не было бумаги, солдаты писали, на чем придется. И вот удалось собрать вот таких вот 30-35 телеграмм и поставить. Все времен войны, все отмечены штампами реальных, там, 1941-1942 до 1945 года. Последняя телеграмма 16 мая 1945 года, где поздравляют друг друга с Днем Победы. К этой теме соприкоснулись, наверное, многие творческие люди. Поэты, художники, писатели. Ну, безусловно, не могли обойти эту тему филателия. И надо сказать, что, безусловно, то, что я вот на предварительном просмотре мы увидели, какой богатый материал связан с Великой Отечественной войной и с нашими реальными комплексами, с Муземом Барона Белевской крепости. Все это свидетельствует о том, что действительно память нашего народа глубокая и прочная. Все экспонаты филаталистической выставки несут в себе историю. Благодаря тому, что они сохранились по сей день, у посетителей есть чудесная возможность узнать что-то новое и неведанное ранее, о важном для каждого, о нашем общем историческом прошлом. Фридрих Ницше очень точно сказал, история принадлежит тому, кто охраняет и почитает прошлое, кто с верностью и любовью обращает свой взор туда, откуда он появился, где он стал тем, что он есть. Этим благоговинным отношением он как бы погашает долг благодарности за сам факт своего существования.